Волонтёры, вы помогаете не только руками, вы помогаете сердцем. Ваше сердце становится инструментом силы и надежды, вдохновляющим на новые возможности и победы. Галина Владимировна Васильева – одна из организаторов волонтёрской группы «Добровольцы». Мы собрались несколько человек, нас тогда было человек семь, семь человек. Мы решили создать своё общественное движение для помощи нашим ребятам, находящимся в зоне СВО. Для этого наш руководитель Светлана Архипченко договаривалась с помещением, где мы будем работать. Кстати, вот это то самое помещение, в котором мы и начали работать 20 мая 2023 года. До этого Светлана уже закупила ткани, мы нашли сетки и заказали стойки. Приехали сюда и с 20 мая мы здесь начали плести, была сплетена первая сетка. Именно в составе общественного движения «Добровольцы». Многие из нас начали работать уже давно, а ещё с зимы 2023 года многие присоединились весной. Всех нас объединило желание помочь, помочь нашим ребятам в зоне СВО. И не просто помочь денежно, чем многие из нас и занимались, собственно говоря, в течение всего 2022 года. Но хотелось приложить собственные руки, хотелось вложить в душу то, что мы делаем. Хотелось видеть результат нашего труда. И хотелось понимать, что то, что мы делаем, это действительно помогает нашим ребятам, которые там находятся. То, что мы занялись именно маскировочными сетями, потому что именно их в тот момент и не хватало. То, что действительно мы могли сделать быстро, качественно и, в принципе, не за очень большие деньги. Маскировочные сети – это действительно очень важная составляющая для защиты наших воинов, которые находятся там. И именно в то время этих маскировочных сетей очень не хватало. Было большое количество заказов. И мы эти заказы выполняли и днем, и ночью, круглосуточно, можно сказать. Работали в несколько смен. У нас, значит, конечно, много пенсионеров, но и много работающих девочек, которые приходили после работы. Значит, у нас была утренняя, дневная, вечерняя и ночная смены. Потому что мы первый заказ выполнили в кратчайшие сроки. Ну, то есть сроки нам поставлены были очень короткие, и мы постарались выполнить их очень быстро. И отдача была, в принципе, незамедлительная, потому что ребята, которые получили наши сетки в зоне СВО, писали нам, говорили нам слова благодарности и говорили, что именно наши сетки очень качественные. То есть они служат долго. Мы все понимаем, что маскировочная сеть – это материал расходный, но наша задача состоит в том, чтобы сделать это как можно качественнее, для того, чтобы наши сети послужили как можно дольше. Помимо этого, все, конечно, началось с маскировочных сетей. Ну, естественно, мы начали расширять свое производство. Все, значит, продолжилось. На наш вышел волонтер из Магана, которая предложила делать сухие солдатские души. Мы стали закупать ткань, материалы, в которых она делает это все, сухие солдатские души. Очень тоже актуальная вещь, как казалось, ребята, отзывы очень отличные идут от ребят. А потом мы начали, закупили мы эти ткани для пошива одежды для ребят. Сначала это были куртки, ну, то есть как бы военная форма, плащи, плащ-палатки. Потом мы начали, закупили флис и начали шить уже теплую одежду. То есть это термобелье, это флисовые костюмы для утепления, это балаклавы, ну, снуды, шапочки теплые, подшлемники. Это теплые носки, которые, значит, делаются из флиса, очень удобно, не надо там одевать. Просто как кянчи всем нам известные, да, одеваются и вдеваются все это в сапог. Ребята тоже все, значит, оценили это дело и мы все это дело шьем. Шьем также верхонки для ребят, которые служат в артиллерийских войсках, потому что они как бы просили. То есть у нас всегда идет такая обратная связь с ребятами. Они нам заказывают, говорят, что нужно, приезжают, когда забирают, всегда мы их спрашиваем о том, что необходимо. Они нам советуют, чем бы еще заняться. И мы, значит, рассчитав, конечно же, свои силы и возможности, мы, значит, беремся за это дело. Естественно, у нас была идея уже давно, и многие уже делают солдатские свечи, вот эти окопные, да. Появилась возможность у нас благодаря епархии и благодаря неравнодушным людям, которые приносят нам свечи восковые. И вот сейчас у нас наши филиалы в Жатае и соцобеспечения, один из филиалов соцобеспечения, девочки, они делают вот эти вот самые свечи, которые уходят вместе с нашими посылками туда, к ребятам. Мы распределяем все это по отдельным посылкам, то есть в каждой сетке прикладывается целый набор. Целый набор, который есть, это вот, значит, сухие солдатские души, это свечи окопные, это лекарства, которые помогают нам, значит, тоже также волонтеры собирать. Такие, которые необходимы каждому бойцу. Также, значит, у нас есть филиал, это социальный дом так называемый, там у нас работают ветераны, пенсионеры и инвалиды. Они плетут маскировочные сетки индивидуальные. Вот сейчас мы все переходим на сетки на технику, потому что это более как бы актуально, и огромное количество заказов именно сеток на технику. Но они, так как не могут стоя работать многие, ну, как бы это самое, они до сих пор плетут у нас сетки индивидуальные, но при этом они еще делают, так называемые, нашлемники. То есть это точно такие же сетки, которые надеваются только на шлем, как бы являются такой защитой. Они, конечно, больше нужны в весеннее, осенне-летнее время. В зимнее время они, как бы, нет необходимости их делать, но работаем, так сказать, на опережение, дальше они продолжают этим заниматься. На сегодняшний день у нас 18 филиалов. Вот в последнее время каждую неделю мы открываем практически по одному филиалу. Когда-то на 12-м мы решили остановиться, потому что поняли, что нам не хватает, как бы, ткани и так далее для обеспечения наших филиалов. Но к нам приходят неравнодушные люди все чаще и чаще, приходят целыми организациями и хотят плести, но мы не можем отказать. Приходится, конечно, нашему руководству искать больше благотворителей, спонсоров, которые бы помогали нам в закупке тканей, ну и вообще необходимых таких расходных материалов для нашей деятельности. Наш руководитель связывается с разными компаниями, с директорами различных частных компаний разных форм собственности, индивидуальные предприниматели и крупные организации. Мы рассылаем письма с просьбой о благотворительной помощи, с просьбой оплатить наши счета. Счета мы предоставляем по тканям, сеткам и так далее. И многие из предприятий идут нам навстречу, оплачивают наши счета. Так мы работаем, собственно говоря, с предприятиями. Но есть группы людей, например, вот сейчас с нами плетут представители профсоюзов республики, они просто, например, собрались, решили, скинулись и принесли нам какую-то определенную сумму денег на благотворительность, которую мы тоже потратили на приобретение тканей и приобретение сетей. И точно так же очень многие организации скидываются и приносят нам деньги, которые мы тратим на расходные материалы. Сразу после этого мы делаем полную отчетность, куда все это ушло у нас, на что, на покупку каких материалов. Все это ушло, то есть у нас все прозрачно, практически наличные деньги в руках не держим. Многие нам отправляют помощь через благотворительные фонды всевозможные. Например, до этого мы работали с общественным движением «Лига женщин» республики Саха-Якутия. Некоторая помощь была через их фонд. Ну и скидываемся сами. Первые сетки, первые ткани, первые сделанные стойки, первые расходные материалы, они были закуплены нами на собственные средства. То есть мы начинали с того, что просто скинулись все вместе, и вот дело пошло. Смотри, это сюда, две, 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 все нормально. Методики, конечно, есть. Интернет нам в помощь. Существует огромное количество групп по нашей стране, которые занимаются плетением маскировочных сетей, причем вот еще с начала СВО. Поэтому там уже давно разработаны различные схемы плетения сеток. Мы для себя подобрали несколько видов и плетем, в общем говоря, в духе как бы со всей страной. Потому что размеры стоек, размеры сеток и вообще схемы плетения сетей, они как бы давно уже опробованы. И многие из них утверждены Министерством обороны. То есть получается, что по всей стране мы плетем практически одинакового размера модули сетки, которые можно будет сложить в разного вида, значит, огромные, разных размеров сети. Для ребят в зоне СВО это, конечно, большое облегчение. Так что мы держим руку на пульсе, мы общаемся со многими волонтерами по всей стране, которые занимаются такой же работой, как и мы. Мы меняем, как и все вместе, расцветки, которые зависят от времен года, соответственно, от местоположения заказа, например, Запорожье, Южные районы, Северные районы фронта. Там немножко разные обстановки. И, соответственно, в зависимости от этого мы меняем и плетение, и меняем цвет плетения. Ну и ребята, которые заказывают, тоже, конечно, высказывают свои пожелания, никакого бы цвета, они хотели бы иметь сетки. Первые заказы, которые мы сделали, мы сделали для наших ребят из Баатура. Это наша добровольческая бригада. Потом ребята, которые были мобилизованы в сентябре прошлого года, они возвращались кто после ранений, после отпусков, и узнавали про нас, приходили к нам, брали сетки индивидуальные для каждого. Ну, во-первых, мы работаем еще, конечно, в тесной связке с движением Якутия с тобой. И Якутия с тобой, конечно, ребята отправляли их сюда, говорили, что вот здесь, поблизости от нас, существует такой штаб, в котором вы можете взять не только сетки, но и еще какие-то вещи, которые вам помогут в дальнейшем, уже в зоне СВО. И, соответственно, уже работал, так сказать, солдатский телефон. Они вносили наши телефоны, наши контакты в свои группы. У них они, конечно же, существуют, группы своих подразделений, бригад, фронтов и так далее. Говорили, что наши сетки очень качественные, то есть, как бы, солдатская молва уже про нас знает. Все знают, кто такие мы, как нам прийти. Многие нам уже просто звонят и говорят, что, девочки, вот нам нужно там такое-то количество сеток на танке. Объясняют размер, качество. Мы, конечно же, стараемся, ну, по мере своих сил помочь ребятам. Мы отправляются эти посылки через движение Якутия с тобой, отправляются в опорные пункты, которые находятся там. Мы пишем ребятам, которые отправляют своих представителей в эти опорные пункты и забирают посылки. Ну, естественно, те, значит, наши волонтеры, которые работают в этих опорных пунктах, точно так же нам помогают, возят, мы с ними созваниваемся, Светлана с ними всегда на связи. То есть, если существуют какие-то, мы точно знаем, когда поступают наши посылки, когда, значит, ребята забирают наши посылки и так далее. То есть, вот за это время, вот с мая месяца, логистика эта уже выработана, так сказать, отработана. Уже нам гораздо проще работать, не как раньше. Раньше мы, конечно же, искали ребят, которые могли бы увезти просто эти сетки, забрать с собой, да, передать остальным. Мы работали с Почтой России и отправляли посылки. Спасибо Почте России, которая по 10 килограмм перевозит посылки в зону СВО бесплатно. Разговаривали с родственниками, с военнослужащих, которым тоже объясняли, каким образом мы можем эти посылки отправить. Также мы работали, очень большой заказ у нас был от... Эти бригады наши якутские, которые находились там в зоне СВО, мы работаем тесно с женами, с родственниками. Ребята из бригады отправляются очень большое количество посылок. Точно так же мы работаем с нашими девочками-медиками, которые не так давно уехали туда, в зону СВО. Мы полностью их экипировали от верхней одежды, сапог до, ну, буквально всего, практически то, чего они не успели здесь собрать. Мы им собрали большие посылки, включая, конечно же, маскировочные сети. И тоже это все уже отправлено туда. Также мы, значит, для метро-то сделали много сетей для техники, которые находятся ближе к передовой. Они там уже работают, и давно они получили наши сетки, очень рады этому. Они нас, конечно, поблагодарили, мы поблагодарили их. Ну, в общем, обратная связь очень важна для нас. Уважаемые земляки, мне бы очень хотелось попросить всех вас помочь нашим ребятам, находящимся в зоне СВО. Помочь своими руками, своим теплым сердцем, желанием полезным. Вы можете приходить к нам, в наш штаб, и поплести вместе с нами сетки, так сказать, вложить свои руки в наше общее дело. Наши волонтеры все большие патриоты, и у всех, конечно же, огромное сердце. И главное – это желание не остаться в стороне, а помочь нашим ребятам. Потому что наши ребята для нас все, для многих наших молодых девчонок – это отцы, это мужья, это наши братья, сыновья. Может быть, даже это дальние родственники, просто друзья, соседи. И я знаю, что вот мы, когда собрались первые вот здесь, мы знали, что мы просто не хотим остаться в стороне. От всего этого. Мы хотим показать, что наше общество единое. Что мы не собираемся отсиживаться. Что мы готовы помочь. И если бы у нас не получилось без этим делом, мы, конечно, бы занялись чем-то еще. Очень многие из нас хотели вообще тоже уезжать на опорники, которые находятся сейчас в Донецке, в Ростове. Было такое желание. Причем у многих из нас. Одна из наших волонтеров прошла курсы медсестер. То есть, как бы, на всякий случай, конечно же. Если надо будет, то мы поможем и там. Поэтому вот это желание отдать свое тепло, тепло своих рук, чтобы ребята видели и понимали, что у нас крепкий тыл. Что мы их ждем и не просто сидим на месте, а работаем над общей победой. Волонтеры-добровольцы – это светочи, освещающие путь воинам и показывающие им, что они не одни и всегда есть люди, готовые помочь. Спасибо нашим волонтерам-добровольцам, героям современности. Благодаря вам многим удается преодолевать трудности, сохранять надежду. Вы делаете мир ярче и добрее. Субтитры создавал DimaTorzok